Принятие Богом И я не собираюсь смущать вас собственными догадками и предположениями. Я просто попытаюсь убедить вас на основании Слова Божьего. Примет ли меня Господь? На этот вопрос я всегда отвечаю другим вопросом. Принимает ли человек то, что он покупает? К примеру, если вы идете в магазин и делаете покупку, принимаете ли вы ее после того, как расплачиваетесь? Вы скажете, что за глупый вопрос? Конечно же, да. И действительно, тот факт, что вы покупаете товары и расплачиваетесь за них собственными деньгами, является очевидным доказательством не только того, что вы желаете, но и того, что вы будете беспокоиться о их получении. Если бы вы их не хотели, вы бы их и не покупали. Кроме того, чем больше вы платите, тем больше вы будете проявлять беспокойство о получении. Если цена, которую вы заплатили, была настолько большой, что вы едва ли не отдали всю свою жизнь для того, чтобы заработать такие деньги, то не возникнет даже вопроса о том, примете ли вы товар, когда вам его доставят или нет. Напротив, вы будете проявлять сильное негодование, если вам вдруг откажут в его доставке. Теперь давайте используем этот простой и наглядный пример применительно грешнику, приходящему ко Христу. 1. Христос тоже купил нас, ибо написано, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». 1 Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стихи. 2. Ценой, которую Он уплатил за нас, была Его кровь, Его жизнь. Павел сказал пресвитерам в Ефесе, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяние, 20 глава, 28 стих. Петр пишет, «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 1 Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. «Сказано также, что Он дал Себя за нас». Титу, 2 глава, 14 стих. И еще. «Он отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Галатам, 1 глава, 4 стих. Третье. «Он купил не какой-то отдельный класс избранных, но все человечество, целый мир грешников. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус сказал, «Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Иоанна, 3 глава, 16 стих. И 6 глава, 51 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам, 5 глава, 6 по 8 стихи. Четвертое. Заплаченная цена была бесконечно великой. Поэтому мы знаем, что он теперь сильно жаждет, как можно скорее получить то, что он купил. Он всем сердцем своим жаждет получить это и не сможет утешиться без него. Смотрите Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стихи. Евреям, 12 глава, 2 стих. Исайя, 53 глава, 11 стих. «Но я не достоин». Вы говорите так из-за того, что не заслужили такой цены, которая за вас была заплачена, и поэтому боитесь прийти, чтобы Христос вдруг не передумал и не отказался от вас, аннулируя покупку. Но ваш страх был бы оправдан только в том случае, если бы сделка не была скреплена печатью и не была бы заплачена цена. Поэтому, если бы он теперь и отказался бы вас принять на том основании, что вы недостойны, то он не только бы потерял вас, но и то, что он уже заплатил. Даже если купленный вами товар и не стоит тех денег, которые вы за него заплатили, вы же не будете настолько глупы, чтобы просто выбросить его. Уж лучше хоть что-то вернуть с уплаченных денег, чем вовсе остаться ни с чем. Более того, вас вообще не должен беспокоить вопрос о вашем достоинстве. Когда Христос был на земле, о нем написано, что он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал ему о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2, 25. Он не покупал кота в мешке. Он сознательно сделал покупку и точно знал цену того, за что он платил. Поэтому он вовсе не будет разочарован от того, когда вы придете к нему, и он обнаружит вас ничего не стоящими. Вы не должны волноваться по этому поводу. И уж если он, обладая совершенным познанием, был доволен своей покупкой, то вы должны быть самым последним из тех, кто продолжает выражать свое недовольство. Ибо самое удивительное из всех истин как раз таки заключается в том, что он купил вас по той самой причине, что вы не были этого достойны. Своим мудрым оком он увидел в вас великие возможности. И он купил вас не потому, что вы сейчас или когда-либо были этого достойны, но для того, чтобы он мог что-то сделать для вас. Он говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Исайя, 43 глава, 25 стих. «У нас нет никакой праведности, поэтому он и купил нас, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в нем». 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Вот как это происходит. «Мы все были по природе чадами гнева, как и прочие, но Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава с 3 по 10 стихи. «Мы должны быть теми, кто служит к похвале славы его благодати. Но мы никогда не могли бы такими быть, если бы изначально стоили столько, сколько он заплатил за нас. В такой покупке ему не было бы никакой славы, и он не смог бы в грядущих веках показать в нас богатство своей благодати. Но когда он берет нас, сначала никчемных и ничего не стоящих, а затем представляет в результате без всякого недостатка непорочного перед престолом, то вот это и будет служить к похвале вечной славы его. И там не будет никого, чтобы приписать эту славу себе. На протяжении всей вечности святое воинство будет объединяться для того, чтобы сказать Христу «Достоин ты, ибо ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Откровение, пятая глава, девятый, десятый и двенадцатый стихи. Конечно же, все сомнения относительно принятия нас Богом должны навсегда исчезнуть. Но что делать, если это не происходит? Злое сердце, исполненное неверие, все еще рождает в нас сомнения. Я верю всему этому, но... Пожалуйста, немедленно на этом остановитесь. Если вы верите, вы никогда не должны говорить но. Когда люди говорят о том, что они верят, и добавляют при этом но, то на самом деле они хотят сказать «Я верю, но я не верю». Однако вы можете все-таки продолжить и сказать «Возможно, вы правы, но дослушайте меня до конца». Я хочу сказать, что я верю всем тем утверждениям Писания, которые вы только что процитировали. Однако та же Библия говорит, что если мы дети Божьи, то мы будем иметь свидетельство Духа и будем иметь это свидетельство в себе. Я же вообще не чувствую в себе никакого свидетельства. Вот почему я не могу поверить в то, что я Христов. Я верю Его Слову, но не имею в себе этого свидетельства. Я понимаю ваше затруднение, но давайте посмотрим, нельзя ли Его устранить. Что касается вашей принадлежности Христу, то вы сами уже видели, что Он отдал ради вас. Весь вопрос только в том, отдали ли вы себя Ему. Если да, то вы можете быть уверены, что Он принял вас. Если же вы до сих пор не принадлежите Ему, то единственная причина заключается лишь в том, что вы сами отказались отдать Ему то, за что Он уже заплатил, и что уже по праву принадлежит Ему. Вы не только обкрадываете, но и лжесвидетельствуете против Него. Он говорит, «Целый день я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному». Римлянам, 10 глава, 21 стих. Он просит вас отдать Ему то, что Он уже купил, за что Он заплатил, и что уже по праву принадлежит Ему. Вы же отказываете Ему в этом, да еще и обвиняете, что Он якобы не желает вас принимать. Однако, если вы от всего сердца отдали себя Ему, согласились быть Его детем, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что Он уже принял вас. Теперь, что касается вашей веры и Его Слову. Если вы до сих пор продолжаете сомневаться, принимает ли Он вас, только лишь потому, что вы не чувствуете свидетельства в своем сердце, то я до сих пор продолжаю настаивать, что вы не верите. Если бы вы поверили, то имели бы и свидетельства. Послушайте, что говорит Его Слово. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5 глава 10 стих. Верить в Сына – это просто верить Его Слову и тому, что о нем написано. И верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Вы не получите никакого свидетельства до тех пор, пока не поверите. Но как только вы поверите, вы обязательно получите и свидетельство. Ибо сама ваша вера в Слово Божье и есть то самое свидетельство. Бог так говорит. Верой же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11 глава 1 стих. Если бы вы услышали, как Бог громким голосом назвал вас своим детем, вы, конечно же, посчитали бы это достаточным свидетельством. Но когда Бог говорит в своем слове, это ведь то же самое, как если бы он говорил громким голосом. Сама же вера ваша является лишь свидетельством того, что вы слышите этот голос и верите ему. Это очень важный вопрос, поэтому он требует от нас особого внимания. Давайте прочтем еще несколько мест из Писания. В послании Галатам сказано, что все мы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Галатам 3.26. Это еще раз подтверждает то, о чем я уже сказал относительно нашего неверия свидетельства. Наша вера делает нас детьми Божьими. Но как мы обретаем веру? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10-17. Но как мы можем обрести веру в Слово Божие? Только поверив в то, что Бог не может обманывать. Вряд ли кто осмелился бы прямо в лицо назвать Бога лжецом. Но это именно то, что вы делаете, если вы не верите Его Слову. Все, что вы можете сделать, чтобы поверить, это только поверить. Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то и Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И в описании говорит, всякий верующий в него не постыдится. Римлянам 10 глава с 8 по 11 стихи. Все это находится в полном согласии со словами апостола Павла. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8 глава 16 и 17 стихи. Дух, который свидетельствует Духу нашему, есть Утешитель, обещанный Иисусом Христом. Иоанна 14 глава 16 стих. И мы знаем, что свидетельство этого Духа является истинным, потому что Он есть Дух истины. Но как этот Дух свидетельствует Духу нашему? Просто напоминая нам слово, которое было записано. Он сам вдохновил эти слова. 1 Коринфянам, 2 глава 13 стих, 2 Петра, 1 глава, 21 стих. И поэтому, когда Он их напоминает нам, это то же самое, как если бы Он сам разговаривал с нами лицом к лицу. Он напоминает нам те тексты, которые мы только что процитировали выше. Мы знаем, что эти тексты истинны. Мы знаем, что Бог не может обманывать. И поэтому мы повелеваем сатане, чтобы он отошел от нас со своим ложным свидетельством против Бога. Мы верим тому, что написано. И если мы верим, то мы и знаем, что мы дети Божьи и потому взываем «Авва Отче». Славная истина этих слов пронизывает нашу душу. И по мере того, как мы вслух повторяем ее, она становится еще более реальной для нас. Он наш отец, мы его дети. И какой же радостью эта истина наполняет нас. Теперь важно понять следующее. Свидетельство, которое мы имеем в себе, это не просто какое-то ощущение или какие-то эмоции. Бог не желает, чтобы мы полагались на такое ненадежное свидетельство, как наши чувства. В Писании сказано, что тот, кто надеется на себя, на свое сердце, Библия короля Иакова, тот глуп. Свидетельство, которому мы должны доверять, это неизменное свидетельство Слова Божия. Это свидетельство мы можем иметь через Святой Дух в наших сердцах. Благодарение Богу за Его неизреченный дар. И последнее. Уверенность в том, что Бог принимает нас такими, какие мы есть, вовсе не дает основания полагать, что теперь можно расслабиться, прекратить всякие усилия, стремление обрести совершенство и чувствовать себя самодовольно, как если бы мы уже его достигли. Мы должны помнить и никогда об этом не забывать, что Христос принимает нас не за наши заслуги, а за свои, не потому, что мы уже совершенны, но для того, чтобы мы в нем могли поспешить к совершенству. Смотрите, Евреям, 6 глава, 1 стих. «Он благословляет нас не потому, что мы настолько хорошие, что заслуживаем его благословений, но для того, чтобы, получив силу от этих благословений, мы могли отвратиться от наших злых дел». Деяние, 3 глава, 26 стих. «Каждому, кто верит во Христа, дана власть, сила, честь и право стать детьми Божьими». Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Через великие и драгоценные обетования Божии, через Иисуса Христа, мы можем соделаться причастниками божеского естества». 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Теперь вкратце давайте рассмотрим практическое применение некоторых из этих текстов Священного Писания. стихи. 4 стихи. Bonnie money money